Вот если бы не это дело, да, наверное, бы люди из того самого большого бизнеса, они, наверное, бы не узнали и не смогли бы прочувствовать то, что происходит в стране. Сначала были аресты такмадей, избиения, пытки, очень длительные пытки. И на этом деле видели, как из такмади вышибали признание. Потом пошло дело Искандера Иринбетова. До этого жекселых жеренбетов тоже под давлением, который был выкраден в Турции. Но именно на деле Искандера Иринбетова, поскольку оно длится целый год, именно потому что боролась вся его семья, боролась очень серьезно, последовательно и тщательно. И нам доказали, буквально каждый день нам разоблачали, особенно когда начались судебные процессы, каждый день разоблачали преступления следователя Перова. Искандер своей выдержкой разоблачил следствие, показал, что его пытали. Не взял на себя никакую вину, не оговорил никого. И он держится и держался очень мужественно. И те люди, которые с ним идут, тоже сейчас очень мужественно проявляют в себя Дима Пестов и Василина Соколенко. Со стороны понятно, что бизнес, сейчас предприниматели, люди, которые свой бизнес имеют, они с ужасом за всем этим наблюдают, и они понимают, что режим Назарбаева беспощаден каждому, что завтра в любой дом к любому бизнесмену придет всего один человек и уничтожит всю их жизнь, все их труды и старания, достижения, все, что они заработали, все, что они своими талантами, своим умом смогли достичь. У этих людей могут просто взять и забраться. Не все, конечно, такие, как Искандер, тихо в стороне занимались. Очень многие люди поднимаются с помощью административного ресурса. Здесь очень мало людей, которые, в Казахстане очень мало людей, которые своим умом чего-то добиваются. Это большая редкость. Как правило, такие люди всегда стоят далеко от государства, далеко от политических процессов и так далее. Вот так вот работал Искандер. Он был далеко в стороне от всех государственных процессов, никогда не пересекался с властью. И даже те вот обвинения, которые ему выдвинуты, какие-то тендеры, ведь его арестовал антикоррупционный комитет, который должен заниматься чиновниками. И вот какие-то надуманные даже тендеры предъявили им, которых не было. И вот это вот очень важно, что сейчас огромное количество людей, предпринимателей за этим процессом наблюдают и понимают, как это может коснуться любого и каждого в любую минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok